Давайте тогда начнем наш следующий вебинар. У нас много произошло событий, мы находимся в событии. Значит, я коротко проинформирую вас по Европейскому форуму, который прошел в Париже, участников которого я был. Естественно, хочу поздравить вас с тем, что мы сегодня находимся в чистом четверг. Идет важный очень процесс, как всегда, обновление, очищение. И это тоже очень важно. В такие моменты надо предлагать или рекомендуется разбираться со старым, очищаться. Готовиться, подготавливать место для нового, более светлого, более прогрессивного. Это опять один из периодов, когда это очень важно. Сейчас, одну минуточку я тут посмотрю. Мне звонят. Плохо слышно? Так, сейчас посмотрим. А сейчас слышно? Так, плохо слышно, да? Сейчас, одну минуту. Алло, алло. Алло. Сейчас меня слышно. Сейчас, наверное, лучше слышно, да? Сейчас, одну минуту, что я добавлю тут звука. Алло, алло, алло. Как сейчас меня слышно? Наверное, лучше, да? Сейчас, одну минуточку, я посмотрю. Мне тут Алексей звонит. Алло. Давайте пойдем дальше. Я надеюсь, что сейчас меня слышно достаточно хорошо. Или меня вообще не слышно. Можно продолжить, да? Одну минуточку. Что-то я как-то не могу понять, что тут не так. Или я неправильно включил. Да, ну, должно быть включено. Только мне как-то не сильно хорошо видно здесь. Сейчас я посмотрю. Ну да, все правильно. Спасибо. 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 Ну, не включается, одним словом, то, что я хочу включить, почему-то не подготовился, я сегодня так следуюсь, по всей вероятности, давайте пойдем дальше, продолжайте, спасибо. Значит, смотрите, дорогие друзья, что по поводу Парижа, значит, Париж, форум показал, что у людей колоссально растет интерес к транспортным системам, к новой технологии, собрались много лидеров, в основном это были лидеры из Бельгии, Германии, были из Словакии, были из Чехии, были из Австрии, Швейцарии, из Эстонии, из Латвии. Как всегда, хорошо выступила команда латышей, они были в таком стабильном, хорошем составе, прошло много бесед и таких обмена мнениями в маленьких рабочих группах, которые возникали самым по себе. Таким новшеством или же шагом к развитию стал второй день, когда два коучинга прошли, где выступали наши партнеры и вела ведущий коуч из Golden Rope Academy. Академия Golden Rope, это из Словакии, и был коуч из Риги, которые говорили, как раз показывали мотивацию, показывали связь с технологией SkyWay. Все остались, в общем-то, довольны. Это был второй день. Первый день был обмен информацией, которую мы подали людям. Вы сможете это все увидеть и услышать в YouTube. Если еще не выставлено, значит будет выставлено. Я не успел просто посмотреть. Вот. И в целом были подведены итоги. Были вручены новые значки. Как новые? В принципе, у нас еще не было значков. Созданы значки, которыми отмечаются, значит, начиная от лидера, лидер, мастер и так далее, эксперт, топ-эксперт. Это достаточно красивые, если не сказать, что недостаточно, достаточно хорошо сделанные значки из серебра с позолотой, из серебра и значок, из позолотой. И далее у топ-экспертов это позолоченный значок, серебряный значок с таким мощным золотой и с голубым сапфиром, небольшим таким камушком. То есть это все то, что там происходило, и это есть признание, это очень важно. Выходили люди, говорили, как они оказались в этой, как бы, в команде. Вот. И чувствовалось, что там, где есть команда, там есть и люди, там эти люди присутствовали, они смогли приехать, они нашли это время, они были заинтересованы, задавали вопросы. Но у хорошей стороны, как говорится, есть и ложка дегтя. Ложка дегтя являлась то, что, к сожалению, еще раз форум показал, что люди ходят на веру, верят. А, говорят, значит нормально, значит кто-то мне рекомендовал, значит хорошо. Сами в толком не знают, каковы документы, нужно ли их читать, а что они подписывают. Мне говорит, я не буду называть с какой стороны, какой страны, значит инвестор. Говорит, вы знаете, я подписал, я говорю, спрашиваю, сколько, ну какой ваш портфель. Он говорит, ну почти 10 миллионов. Я говорю, ну вы разобрались с документами, которые вы подписываете? Он говорит, ну у меня там еще пару миллионов или полтора, или там два миллиона я еще сейчас как бы инвестирую. А те, ну вы знаете, подписал, и начинаю ему задать вопрос, он абсолютно не ориентируется. Не говоря уже о том, сам не ориентируется, но он же не может еще и людям объяснить. Вот, и поэтому, конечно, к сожалению, надо толдычить одно и то же, но тем не менее, ну такова, такого мир, такова наша реальность. Поэтому, все-таки рекомендую ходить на вебинары и внимательно работать с теми вебинарами, которые существуют. Не надо их слушать все до конца. Значит, посмотрите вебинар, пройдитесь по нему, найдите место, которое вас интересует, прослушайте и так далее. Сделайте из этих вебинаров определенную какую-то свою, ну какую-то, ну скажем, видеотеку или же фонотеку, назовите ее как угодно, да. Сделайте записи. То есть, используйте эти материалы, разбирайтесь в этом. Не могли разобраться? Задавайте вопрос в чате, в нашем общем чате. Люди уже, которые там как бы не первый год, они очень квалифицированно стали отвечать. Мне это даже радует. Так что, не обязательно там ждать от меня ответа. Потому что, достаточно адекватно, толково, даже где-то лучше, чем я иногда могу объяснить, люди объясняют друг другу. Поэтому, не стесняйтесь, задавайте вопросы, вы будете знать, вы будете понимать, вы будете идти дальше. Поэтому, это очень важно. Теперь, что еще хотелось сказать, значит, по поводу вопросов, которые задавали. Естественно, там задавали вопрос люди, которые, ну, даже не англоговорящие, а говорящие на иностранном, на своем родном языке, который для нас уже является иностранным. Поэтому, им не все ясно. Где-то из перевода, может быть, еще не все переведено. И поэтому, им приходилось объяснять. Но, тем не менее, процесс идет дальше. И все вот обсуждения там и создания возможностей создания и необходимости создания всемирной или планетарной ассоциации. Даже возникла мысль, что почему бы ассоциацию не назвали планетарной. Возникла идея, что, или поддержка от людей, что эта ассоциация, это в первую очередь как бы база или так называемое сообщество, которое в первую очередь не как инвесторы именно Skyway, а как сообщество уже инвесторов Skyway смогут быть основой для создания будущего. И вот сегодня, поэтому я взял за тему сегодня строительство дома Skyway и дома Spaceway, как вы видите. То есть, так называемой космической дороги. Вы, наверное, догадываетесь, куда я клонюсь сейчас, да? Вот. И что тут греха таить? Ведь генеральный конструктор, отец идеи, значит, или родители идеи именно технологии Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий, он, естественно, живет, как он иногда даже уже у него это проскакивает, что я, да, я нахожусь, я живу здесь, в Skyway. Но мои мысли уже двигаются вперед, дальше, выше. И, естественно, он в этом смысле человек планетарного масштаба, и он радеет о планете. Он понимает, что только одними транспортными трассами не спасешь планету. Но, тем не менее, это шаг туда. И поэтому наш клич «строй Skyway, спасай планету», он абсолютно адекватный, он обозначенный. И, тем не менее, нам надо понять, куда мы идем. И в связи с этим, давайте, я, значит, решил еще раз остановиться на доме Skyway, но пририсовал ему, значит, уже тут кое-что другое. Вот я создал ему крышу Spaceway, то есть за ним стоит, в перспективе стоит дом Spaceway, или дом, так называемой, космической дороги. А откуда вообще, вот интересный вопрос, я тут вам сейчас распинаюсь, говорю дом, 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 дом. Что, откуда масло придумал? Это не моя придумка. Если кто помнит, это хорошо, кто не помнит, значит, в начале прошлого года, когда я стал вводить вот это понятие, или стал использовать дом Skyway, модель дома Skyway для пояснения, что происходит, я взял за основу тоже существующее, существует в рачительном хозяйстве, или линд продакшн, существует вообще, как метод, не только в линд продакшн, а вообще как метод организации, корпорации, большие, маленькие, строят свои дома. Что дает это? Существует некое правило, крыша, корпус, фундамент, основание какое-то, да, и люди начинают строить дом, то есть они начинают вкладывать в него основные, важные, существенные элементы. То есть они излагают, ну, если угодно, концепцию или идею того, на чем построен дом. Точно так же я со своим рассуждением, поскольку я по своей специальности являюсь консультантом и неоднократно строил дома с людьми, но там строили это люди, здесь я взял на себя труд и построил сам этот дом, и делюсь с вами, и делился с вами, и делюсь с вами. Но, понимаете, это пока построенный дом, мною построенный дом, я делюсь своим видением, визионирую его, но очень важно, как вы его поддержите, понимаете? И поэтому первая моя, как бы, как принято говорить, мессич или мой посыл вам, это, дорогие друзья, есть у нас чат, пожалуйста, внимательно посмотрите, я еще раз сейчас пройдусь по элементам этого дома, как я его представляю, посмотрите, что-то здесь, может быть, вы найдете, что, по идее, еще здесь должно бы быть, чего здесь не хватает, или, может быть, что-то очень общее сказано. Вот, и тогда, пожалуйста, излагайте свои предложения, но не встраивайте это в дом, а просто, например, напишите, вот я считаю, что в доме скайвей, мы говорим о скайвей, в доме скайвей желательно или не достает такого-то элемента, ну, какого-то окна, я не знаю, там, назовите его как, или не говорите какого элемента, а просто какого-то понятия. Вот, например, со временем было введено, мы говорили с вами, что в основе строительства дома скайвей положено сотрудничество, операции, взаимоотношения и так далее, и экология, обучение, но потом появилась так называемая социальная, лояльность появилась, ее не было, солидарность финансовая поддержка, солидарность, появилась лояльность, потому что мы обоюдно лояльны. Автор идеи и владелец технологии Анатолий Георгиевич Юницкий, он лояльно отнесся к тем инвесторам, он же понимает, что процесс строительства дома, процесс введения технологии в использование без лояльного отношения невозможен. И поэтому были предложены шикарнейшие возможности дисконтов, то есть инвестиция взамен, мощный залог, то есть человек инвестировал в небольшую сумму, но залог у него основательно хороший пакет акций. То есть это лояльность. С другой стороны, человек инвестировал, он не требовал никаких других залогов, потому что если с этим залогом идти в банк, то там так вот ручкой сделают и скажут, идите гуляйте, друзья. Это не все, все не работает. Так, тут есть вопрос, всем мне привели пример с долевым строительством, когда строят пару первых этажей, собирают деньги, потом бросают в стройку. А люди, которые вложили деньги, не могут потом их вернуть, потому что в случае банкрот. В случае поддержки говорят гарантию быть не может, потому что это венчурный проект, и потенциальные инвесты уходят. Ну, Рустам, мы на эту тему еще поговорим с вами. Значит, да, вполне возможно. Дело в том, что вы же понимаете, риски есть везде. Кстати, на тему рисков был разговор тоже в Париже. Вот. И об этом говорят и предупреждают финансовые инспекции. Много, примеров много, но я могу вам абсолютно много привести примеров, Рустам, где проекты доведены до конца. Проекты построены. По всей вероятности, в тех ситуациях, о которых вы описываете, там работает несколько другая логика. Там люди приходят заработать деньги и кинуть всех, как говорится. Понимаете? За дурить, за мозги, за парень. Вот. Ну, а теперь представьте, значит, я провяжу, не хочу параллели вообще проводить, что представляет собой наш проект. Наш проект представляет с вами, он имеет, он имеет конкретную технологию транспорта нового поколения. Эта технология, она мертва без ее внедрения в производство и без, ну, внедрения и производства по этой технологии. Строительство, одним словом. Но это невозможно, имея просто технологию. Описание идеи. Понимаете? Для этого нужно еще и сертифицировать эту технологию. А это экотехнопарк. Это основные комнаты этого здания. Понимаете? Вот этого дома-стовей. Сертификация элементов транспортной технологии. Это все адресный проект. Адресный проект. Ну, естественно, пакет инвестиций, объекты инвестиционные инвестиции. То есть, если будет и когда будет сертификация элементов готова, экотехнопарк начнет полностью функционировать. Он все больше и больше подходит уже к так называемой завершающей точке. Он становится площадкой, которая пропагирует и показывает, и дает возможность там это все потрогать рукой, самому посидеть, поездить. Начинает работать объекты инвестиций. Начинает работать весь акционерный капитал. Он начинает, как бы, не как бы, он начинает, значит, прирастать. Он начинает капитализироваться. Вот. И поэтому движение начинает происходить. Но основой всего является вот то, что здесь написано. И в вашем случае, Рустам, там несколько иначе это все обстоит. Там, да, дом заложили, да, деньги собрали, да, разбежали. Там другой цели не было. Поедут куда-то в другой дорог, куда-то еще дурит. Но теперь, представляете, автор технологии Skyway всю эту бутафорию сделал из Экотехнопарка, сделал, боже упаси, я просто, даже не поворачивается у меня язык, понимаете, сделать Потемкинскую деревню, да, и взять, уйти куда-то. Да кто ему даст Spaceway построить, друзья? Забудьте про это. И Анатолий Гвардович, хорошо, я извиняюсь, я ему задал очень скользкий и нехороший вопрос. Я извинился перед ним, сказал, вы мне извините. Но я вам задам вопрос, мне интересно, как вы на него ответите. Не буду повторять этот вопрос, он был такой достаточно двусложный вопрос, из многих предложений состоял. Но суть была следующая. Вернее, суть вы поймете с его ответа. Он мне сказал одной фразой, как он всегда умеет это делать. Он сказал, Владимир, вы же понимаете, что если бы я хотел хапнуть деньги, я бы давно уже имел деньги, причем в хорошем смысле, это не дуря никого, продав проект и сидел бы где-то на островах, выдумывал бы так называемые будущие эфемерные проекты. Тот же самый Spaceway. Но я практик, я понимаю, что это надо еще сделать. А для этого надо одно довести до конца. И тогда построить, и тогда переходить к строительству. И только тогда мы спасем планету. Skyway только подлатает планету, он начинает изменять мозги людям, он начинает нас перестраивать, он начинает... Ведь мы же с вами меняемся, друзья. Я уже не буду говорить за вас, кто вы слушаете меня, там других наших выступающих. Я сам меняюсь. Я подхожу не только лицом, я извиняюсь. Я меняюсь своим мышлением, своим отношением, многими элементами. Несмотря на то, что я родился в первой половине прошлого века, я меняюсь. Поэтому люди, которые связались, уже сам проект начинает к этому обязывать нас. Иначе мы будем лгать, мы не будем правдивы, если мы сами не меняемся. Я вам начал бы сейчас сказки рассказывать. Друзья, давайте меняйтесь, давайте дружить. А сам бы отвернулся, пошел и начал что-то делать иначе. То же самое касается и Веницкого. Я абсолютно глубоко в этом уверен. И поэтому, Рустам, поверьте мне, что установки разные. И нехорошо, и нерационально, и неправильно проводить параллели. Это то же самое, как приходишь и говоришь, а, это пирамиды. Говорю, ну и что? Естественно, присутствуют элементы пирамидального построения. То есть в пирамиде есть определенная иерархия, она работает. Но это не пирамида, которая собирает просто какие-то деньги, где-то что-то мухлюет. Значит, у тебя, у него, у нее, у них взял, тебе отдал. Опять пошел, опять кому-то отдал. И вот сверху, вниз, 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 вверху идут совсем другие дела, друзья. Деньги не идут рук в руки, они идут в объекты. Поэтому какая пирамида, о чем вы говорите? Второй вопрос, значит, что это сеть? Ну что? Там в ближайшее время весь мир будет только на сетевом принципе, как бы, держаться. Вот не позже, чем сегодня утром, я сижу, завтракаю, на фоне идет, центральное телевидение у нас проходит, да? Вот, я слушаю, там, значит, задается вопрос, что, смотрите, что такое, вот, значит, сидит какой-то там спикер или статс-секретарь, который занимался, каким-то боком занимался вопросом того, почему в России рыба стоит больше тысячи рублей. Почему? Он говорит очень просто, 12 посредников на пути от того места, где рыбу словили, до того места, где она попадет на сковородку. 13, 12, 10, но не важно, уже если больше одного, это плохо. Понимаете? Каждому надо хотя бы по проценту заложить, отсюда и цена, а закладывают по 5 процентов. Все же теорию-то знают, что прибыль должна быть от 3 до 12, 15, 20 процентов. Все, посредников много, пока доходит, дело не срабатывает. Поэтому, дорогие друзья, здесь от нас очень многое зависит. И поэтому здесь не должно быть посредников. То есть сеть это самый эффективный инструмент, который позволяет работать и от информации до инвестиций самым рациональным путем провести все операции. Поэтому в доме сковей, как вы видите, дом из сковей, у нас он рачительный, он безопасный, потому что технология такая, эффективный, потому что технология такая, эффективный экотехнопарк строится, сертифицируется очень эффективно. Он экологичный, естественно, это экология, это сохранение природы, сохранение ресурсов, сохранение энергии, сохранение просто людского, человеческого потенциала, потому что он имеет еще и солидарность, он имеет социальную стабильность, он работает на это, понимаете? Вот. Кроме того, здесь еще есть масса разных других элементов. Таким образом, вот этот процесс здесь, функционирование между комнатами Skyway, оно возможно, когда есть сотрудничество, операции, взаимоотношения. Это такой мощный слой фундамента. Это фундамент. Посмотрите, что происходит. Если бы головная компания не копирировалась, не сотрудничала с каким-то дурацким ее мобилем, казалось бы, да, многие говорят, да с ними здороваться неприлично, потому что взяли, загробили, или не доделали, или не довели проект ее мобиля до конца. Ну, а тем не менее, а мы сотрудничали, мы копирировались, мы нашли варианты решения, чтобы и их устроило, и мы бы получили значительно эффективнее, значительно рачительнее, получили бы те здания, владельцами которых мы сейчас все совместно являемся. Но, понимаете, правильно, когда я говорю, что совладельцами, это не значит, что ты, она, он, или я можем прийти и сказать, ну, извините, где кирпич в этом здании, не мой, нет, мы сообща владеем этим делом, опосредованно, опосредованно, через пакеты тех акций, которые, которые у нас есть, владельцами портфелей, которых мы являемся, через них, а компании уже владеют этим имуществом, а мы являемся совладельцами. Вот, и это очень важно, поэтому сотрудничество, кооперация, взаимоотношения, это все очень важные элементы. Финансовая поддержка, о чем тут говорить, дорогие друзья, не было бы нашей финансовой поддержки, не работал бы воздух, застой здесь был бы, в одной только комнате стояло бы, затхлый запах, я прошу прощения, ну, хотя бы, не затхлый, я извиняюсь, просто стояло бы омбре, хорошее, технология-то хорошая, вот, а воздух не двигался бы, финансовая поддержка двинула процесс, стало строительство эко-технопарка, подготовка производства реальная, процессы пошли во всем мире. Солидарность, да, солидарность, лояльность, да, лояльность, экология есть, обучение происходит, социальная стабильность, ведь эти проекты, просто пока руки не доходят, но предложений есть много, ведутся работы, некоторые умные, молодые люди уже, как бы, подработали документацию по фондам, потому что они видят, что если скоперироваться, там, сто человек, двести человек, скоперироваться, вложиться, опять-таки, понемногу, и вместе, один пошел на сто купил, или же сто человек пошли на сто, ты там, допустим, ну, там, на сто, сто по сто, там, или сто, на сто тысяч купили, значит, каждый сто человек вложили по тысяче, на тысячу одно количество, на сто тысяч совсем другое количество, залоговых акций, и это все совместное, сообщее количество, сообщества или фонда, и этот фонд начинает функционировать, то есть он может уже рассматривать себя, во-первых, у каждого есть определенное, причастных к этому, имуществу этого фонда, у него есть возможность выйти, получить какие-то возмещения, вот, но он еще получает, фонд начинает функционировать, он начинает получать какие-то блага от этого фонда, какие-нибудь профессиональные блага, или еще что-то, что мы делаем с вами, вот, что делает, что делает, естественно, возможность, дает возможность использовать эти средства, с одной стороны, идет поддержка технологий, поддержка процесса, поддержка выведения технологии на мировой рынок, поддержка, это не только выведение технологии на мировой рынок, Это не сама цель, это средство, вернее это цель, но средством является акция. И вот залоговые акции, это же вместе с одной стороны выходит технология, а с другой стороны выходит, подготавливается выведение акций в жизнь. Ведь они что же пока только зачаток будущего блага? Оно пока номинальное, они не номинированы, нет номинации, открытые номинации нет, они закрытые. Мы об этом говорили, и там многие сразу быстро поняли особенности бельгийцев. А, как они говорят, что тогда, ведь в принципе мы просто договорились, у нас сообщество, и мы внутри этого сообщества. То есть открыто мы ничего не предлагали? Конечно нет. Скажите мне, где было открыто объявлено о том, что выводятся на какой-то рынок акции Skyway? Скажите мне, пожалуйста, никто не смог ответить, поэтому, что этого нет. Есть внутреннее движение. Так, я потом почитаю. Поэтому, дорогие друзья, этот процесс идет, и самое важное, что этот дом существует. И у меня к вам еще раз просьба, что подумайте, что в этом доме могло бы быть еще актуально, что надо здесь показать. Но наша задача увидеть теперь, как выйти на следующий уровень, то есть, чтобы выйти на Spaceway. И это уже дом планетарного масштаба, более, там начинают уже работать еще более совершенные, более сообщие принципы. И вот об этом мы сейчас немножко поговорим. Но сначала я посмотрю. Всем из старого так. Рустам там что-то мне еще сказал. Я согласен. Приходится с таким оппонентом соглашаться, что такое бывает, так же, как и противоположен. Конечно, какой проект не является подобной схемой мошенничества. Как аргументировать, что этот проект не является очень просто? Я сегодня сначала собирался вам показать несколько другой ряд, видеоряд, где я на своей шкуре это все выношу. Я, к сожалению, в конце 2014 года только как бы стал единяться, подсоединяться к процессу инвестиций Skyway. Сначала это был обогутворительный процесс. Вот. И, дорогие друзья, ну что еще основателем может быть сказано, что если я тогда входил и были только идеи, тогда было только это, друзья. Только это было. Была идея эко-технопарка, идея сертификации. Да, был бизнес-план, была разбивка на 15 этапов, но все это было. Был только третий этап, только что начался. Вот. Это все было. Я присутствовал уже в 2015 году, присутствовал при закладке капсулы. Мне посчастливилось это увидеть, друзья. Я, может быть, за этим и пришел в этот мир, чтобы присутствовать на этом мероприятии. Я иногда задумываюсь над этим. Понимаете? И поэтому, опять-таки, был полигон заброшенный, но к тому времени уже не совсем заброшенный. Там уже была приложена человеческая рука работников КБ и других людей. Уже что-то было. Ну, извините, была пустая земля. Были только эти вещи. Был ряд документов. Естественно, было. А теперь смотрите, что произошло за это время. И лучше всего работает при аргументации, Рустам, лучше всего работает, когда я показываю. Говорю, что вот был это. И показываю видеоролик, где, да, первый юнибальт по первой не до конца доделанной трассе городского транспорта, значит, под весной едет. Он едет. Понимаете? Он едет. Да, можно сказать, о, это все бутафорит. Нет, дорогие друзья. Там уже едет промышленный образец. В ангаре стоит промышленный образец, который доводится до установки. Он сейчас уже, вероятно, вот уже установлен там будет. Так, если еще не установлен. Вот. Там есть технологические нюансы. Идет подготовка, там все должно быть описано, актировано и так далее. Вот. То есть самым лучшим является то реальный процесс, в котором мы находимся. Это все уже исторический отрезок. 2014-2017 год. И самая, как бы, кульминация произойдет именно в июле месяце, когда будут сданы в эксплуатацию именно часть городского транспорта навесного-подвесного. Это будет сдано. Грузовой транспорт будет тоже на стадии, там, определенной, я сейчас наберусь утверждать, но он будет подготовлен, если не сдан. А, вероятно, он тоже будет сдан, потому что для этого тоже почти все есть уже. Вот. Это является самым лучшим аргументом, друзья. Далее. Значит, здесь, естественно, смотрите, конечно, здесь важны деньги. Это ресурс, это энергия. Человек. Организация. Это все такие вещи, без которых ресурсной базы ничего здесь не двигалось бы. Но давайте посмотрим дальше. Значит, у нас очень важным элементом является еще и то, что когда мы будем переходить, а мы переходим уже с вами, от дома Скайвей, от дома или от системы Скайвей. Скайвей является как бы плацдармом строительства трасс нового поколения или нового транспорта. Но это одновременно является и стартовой площадкой для будущего, для улучшения, для создания условий спасения планеты. Я не боюсь этого слова. Я такой скромный человек иногда бываю, но я абсолютно реально ощущаю и чувствую, что мы туда придем. Даже я еще туда приду. Я уже не говорю о других людях. Четко придем. Поверьте мне. И поэтому мы должны смотреть, с чем это связано. Вводится уже понятие планета. У нас есть в нашем кличе строй Скайвей спасает планету. Слово планета есть. Элемент планеты надо вводить в дом Скайвей. Единство. Без единства. Без того, чтобы не только инвесторы Скайвей родились за это дело, а много сообществ, много различных людей должны объединиться. Много организаций должны свои концепции изменить. Скооперироваться, быть готовыми коперироваться. Потому что я буквально вчера беседовал с группой молодых людей, которые работают и над системой виртуальных денег, или так называемых криптовалютой. А криптовалюта это не совсем одно и то же. Вот и виртуальные деньги. И они все в один голос сказали, что вы знаете, мы проехали почти все континенты. И сегодня подводим черту, что банковская система не способна переориентироваться. Я говорю, ну а самый такой яркий пример, чем вы мне это подтвердите? Вот как Рустам мне задал вопрос. Они мне очень просто сказали, вы знаете, банкир, значит, один эстонский банкир, он был управляющим одного передового банка, эстон, не буду называть этих банков, да. Я его знаю еще со студенческой скамьи, потому что мы его привлекали к проекту, шведскому проекту в 89-м, 90-м году. Он тогда только на третьем курсе Таллинского, тогда еще назывался политикийский институт, на экономическом факультете он учился. И мы его привлекали как будущего возможного тренера в программе обучения рыночной экономики. Двухдневная такая программа была, decision-based. И он тогда, съездив 10 месяцев, мы челночно ездили в Стокгольм, обучали там людей, тренеров 10 человек, и он был одним из них. Суть. Он прошел большой путь банкира после этого. Руководил банками, он руководил банком в Санкт-Петербурге банком. Так, в Санкт-Петербурге. Переходил туда. Что же он сделал? Он в конечном итоге создал так называемую карту, расчетную карту, которая в принципе позволяет накапливать средства, и дальше они становятся через эту карту, становятся виртуальными. Там не совсем, я не буду сейчас даваться в подробности, это не банковская карта. Она дает значительно больше возможностей. вот, и он ее сделал, и сейчас там масса появилась клиентов, идет на подъем, он отошел, отправил, он отошел к возможности, то есть они стали, нашли лазейку, как накапливать средства, мелких инвесторов, и этими средствами пользоваться, и без всяких дурацких лицензий. Вот, это один такой как бы поучительный момент, которым мы тоже будем скорее всего пользоваться. Поэтому кооперация и единство очень важные вещи. Иное отношение к чему? Ну, казалось бы, вчера мы понимали, что к природе, к природе надо по-новому относиться иначе. Вчера мы говорили, и сегодня мы еще пока говорим, что любите природу, спасайте природу, будьте к ней рачительно, относитесь к ней рачительно и так далее. Сегодня надо иначе исходить. Что надо сделать в природе, для того, чтобы она не исчезла? Чтобы она не стала бы вражденной? Вода, воздух, почва, и так далее, и тому подобное. Это очень важно. Полезные ископаемые, потому что зачастую в природе, что происходит, Иванов владеет участком и говорит, пошли как бы все нафиг, у меня вот здесь вот идет, значит, по канаве идет забор, что хочу туда скидываю и так далее, и так далее. Не совсем так, дорогие друзья. Поэтому природа наша общая ценность, и она должна нам всем сообща принадлежать. Принадлежать это не значит, что делаю что хочу, или ворочу что хочу, а я отвечаю, я пользуюсь, я стараюсь, чтобы она была самосохраняющейся, и была бы в дальнейшем развивающейся. Природа, она бы не исчезла, не зачахла. Полезные ископаемые. По полезным ископаемым тоже интересный вопрос. Когда мы говорим о планетарном проекте, дорогие друзья, Spaceway, то только к полезным ископаемым надо относиться, как это планетарная собственность, всеобщее, сообщество, собственность, а не какого-то там государства, ни одного государства Эстонии, России, там, я не знаю, Украины, там, Англии, или Великобритании, или Соединенных Штатов Америки. Это планетарно. Да, но то государство, на земле которого, или в земле которого эти вещества полезны ископаемыми, находятся, оно должно вносить, возделывая по определенным правилам, общедоговоренным правилам, вынимая из недр эти полезные ископаемые, в общую, всемирную, планетарную копилку надо складывать определенную долю. Теперь, если я раньше являлся владельцем какого-то участка Земли, то теперь я в планетарном масштабе по всей вероятности должен быть готовым перейти в статус совладельца или пользователя, который может передавать это право из поколения в поколение до тех пор, пока он рачительно, или я и мои потомки рачительно пользуемся этим. И мы не имеем права что-то другое с этим делать, понимаете? То есть, мы получаем в аренду, а не в аренду пользования, в рачительное пользование. И тут очень много вещей, и это должно перевернуть очень много мозгов. Но, дорогие друзья, мы исковей вынуждены и будем строить, исходя из этих необходимых перемен, которые обязательно должны произойти, и из того, что планетарная собственность это всеобщая собственность или сообщество единое. Поэтому отсюда и начинается у нас, дорогие друзья, строительство планетарных дом Spaceway. Да, он безопасный, да, он объединяющий, да, он экологичный, да, рачительный, да, эффективный. Технология. Чего? Какая технология? Где здесь комната Skyway? Здесь Spaceway. Здесь Spaceway. Адресные проекты, транспортные проекты, инфраструктурные проекты, объекты инвестиций. Как-то все разложено, видите, не по комнатам, да, что-то где-то я пристроил, систему специально не выстроил. Я не хочу подавать свое, давайте думать, что могло бы быть, какие элементы. Я в следующий раз постараюсь для вас выстроить мое видение. Человек, один ли человек, или это уже не только человек, а может быть здесь семья, или еще кто-то. Организация, видите, у нас там была просто организация. планетарная ассоциация инвесторов Skyway уже входит сюда, всемирные организации, без ООН, ООН, объединенная значит, объединенная организация объединенных наций, организация объединенных наций, после того, уже аббревиатуру все забрали, значит, она по всей вероятности должна будет готова, быть готовой к перестройке своей концепции. Да, наш посол, наш представитель, наш, российский, не эстонский, в ООН заявил только по одному вопросу, нет согласия, потому что принципы другие заложены там, друзья. Очень много перемен грядет. Идея на духовную готовность и зрелость, социальная защита, а что здесь? Деньги и материальные ресурсы, не только деньги, а и материальные ресурсы, информация, что еще? Движение информации, иммунная, и это все иммунная система, это как среда жизнедеятельности, Space Wave, потому что там, если мы посмотрим, у нас было это все, иммунная, вот это все, иммунная система, как среда жизнедеятельности, Sky Wave. то есть вот здесь заложены как бы основные элементы, дорогие друзья. Вот, и что в этом плане хотелось бы сказать? Давайте подумаем над этим, давайте в чате обозначим, как можно, чего здесь не хватает на возврат, или что могло бы быть еще в каком-то аспекте привнесено. Не стесняйтесь, предлагайте, давайте свои предложения, так, и теперь Рустам, мы не получили землю в наследство от предков, мы одолжили, да, у наших детей, правильно, абсолютно правильно, из песен бежать индейцев, абсолютно правильно, очень хороший был, на эту тему много высказываний, это не только американских индейцев, я, наверное, говорил здесь уже, повторю, в Эстонии есть такая народность Сеты, она живет на юго-эстонии, на границе с Псковской областью и Латвии, вот, там где-то небольшая территория сейчас осталась у них, но тем не менее она принадлежит сообществу Сетов, и у них, а, ну у них история многовековая, это 10 тысяч лет, дорогие друзья, 10 тысяч лет, и никогда у них, у Сетов, у этого сообщества земли не было чьей-то личной собственности, она всегда принадлежала сообществу Сетов, и сегодня те земли, которые там есть, да, они подходят под государство, они все имеют, но они являются общей землей Сетов, там достаточно большие территории, и они следят за этим, да, арендуют, да, пользуются, уезжают, все, передает сообществу эту землю, не продает, но им возмещают определенные затраты, там определенные блага, которые он как бы внес, сообща решает, у них существует свой, как бы, ну, царь или не царь, даже, а предводитель, который выбирает сообщество все, и так далее, достаточно интересное сообщество Сетов, можете набрать в интернете, там может что-то прочитать, у них сообщество, Рустам, может быть так, Борис, может потому, что люди не хотят перемен, ведь это не всегда удобно, конечно, неудобно, это выводит, абсолютно, Борис, правильно, это выводит из состояния комфорта, вы понимаете, сидит человек, я прошу прощения, это не мы, сидит человек, мы смотрим, сидит человек по сих пор в дерьме, это такое контрастно, понимаете, чтобы понять и по запаху, и по взгляду, и по прочим другим параметрам, в социальном дерьме, и неохота ему пошевелиться, ему просто удобно каждый день сходить на работу, так называемую работу, прийти обратно, напиться пиво, там, или поругаться с кем-то, или еще что-то, но ничего не хочет менять, он не хочет улучшения, главное, что не трогайте его, дайте ему его пайку, но так извините, над этим работали не один век, многие-многие умные люди, чтобы человечество было в таком состоянии, бараньего стада, извините за выражение, да, все системы на это настроены, система обучения, нас же ведь не обучали, вот посмотрите, как нас обучают, чтобы чуть-чуть отсюда знать, чуть-чуть отсюда, и просто знать информацию, а как ее систематизировать, а как это с этим связано, ничего никому не говорили, и не говорят, то есть эти вещи все к тому, поэтому, поэтому очень много, что есть, что есть нам с вами сделать, итак, есть ли у вас еще вопросы, друзья, резонанс, нестабильное состояние системы, стави резонанс, стана, в каком смысле резонанс, расшатыватель, что ли, окей, ну почему нет, бога ради, каждый имеет свое мнение, высказывайте, не здесь, здесь тоже можно, конечно, сейчас мы заканчиваем с вами, у меня сегодня время иссякает уже, вот, и следующий, до следующего, я прошу прощения, после Парижа еще, в общий чат целевых проектов не выходил, выйду, будем смотреть, будем дискутировать, будем собирать, и сообща, построим дом, Spaceway, и подстроим, или же, отладим дом, Skyway, хоть оттуда, хоть оттуда, откуда ваши мысли, сработают, там и будем делать, и так, да, это нам, и стереотипы людей, правильно, строим новые, сообща новые стереотипы, и это уже не то, что где-то кто-то сидит, и в кабинете выдумывает, а мы, так называем, в процессе это делаем, это совсем другое, нежели умники, где-то там, Карл Маркс, там, или еще кто-то взял, придумал, и все орут, вперед, да, умный человек, Владимир Ильич, умный человек, естественно, но, вы же меня понимаете, да, конечно, естественно, и так можно сказать, человек, который несет огонь, это так. Спасибо, друзья, за участие, я был рад с вами пообщаться, хороших вам, значит, пасхальных таинств, действий, очищения сегодня, и не только сегодня, ведь мы все думаем так, вот целый день, целый год буду загаживаться, я прошу прощения, а четверг пасхальный, я почищу, или пойду к батюшке у меня, и это надо делать, естественно, когда человек ходит, и у него обратная связь возникает, то на третий раз он уже задумается, на четвертый раз он уже, и справится где-то, да, вот я сегодня ехал, просто вот приведу пример и закончу, я сегодня ехал в машине, грешен, ваш покорный слуга, иногда, люблю поворчать, это еще хорошо сказать, поворчать на своих соучастников общественно-городского и другого движения, один раз там кто-то заерзался, другой раз, я такой достаточно резкий водитель, вот, говорю, ну слушай, друг, давай-ка ты сегодня себя веди хорошо, я себе говорю, да, веду хорошо, на третий раз, не сдержал, опять гавкнул, как следует, говорю, ну ты будешь изучать, ты будешь себя, значит, исправлять, и дальше поехал очень прилично, понимаете, я надеюсь, что я чуть-чуть стал лучше на третий раз, чего и вам желаю, дорогие друзья, я рад тому, что мы вместе, строй сковей, сплосай планету, хороших праздников! Субтитры сделал DimaTorzok